Ну вот, после приобретения, вот у меня дифенбахи из патифилум, у меня где-то сутки растения постояли в зимнем саду, и я решила пересадить. То есть, вот из этого горшка покупного, конечно, здесь уже растению очень тесно в этом горшке, я пересажу в новые горшки. Горшок я выбираю вот такой, вот такой модели. У меня все растения сидят вот в таком горшке. Я буду сажать в универсальную почву, я вам уже показывала ее, у меня вот такой, у меня мешок есть вот такой 50-литровый, здесь универсальная питательная земля. Она уже готова к применению, и она подойдет у меня по кислотности и по составу для дифенбахии. И я пересажу еще и спатифилум свой в эту же землю. Хотя для спатифилума, в принципе, земля нужна слабо кислая, то есть можно взять землю для фиалки, для бегунии, именно эти почвы грунты. Но я посажу спатифилум в универсальную почву, потому что у меня другой никакой нет, но я знаю, что спатифилум спокойненько в универсальной почве тоже будет жить. И вот смотрите, я достала дифенбахию из горшка, грунт вот этот, он транспортировочный, то есть это сама по себе субстанция, она не является грунтом. Так, коты, вы мне вздумали мешать? Ну-ка. Вот, то есть вот эта почва пойдет у меня на выброс. На выброс. А все голландские растения помещены вот в такой субстракт. Это сделано лишь для того, чтобы растение какое-то время еще, чтобы растение не погибло от момента, так скажем, от момента поставки из Голландии до того момента, как растение попадет уже в руки покупателя. Вот, в этот субстракт обычно добавляют такой стартовый набор удобрений, чтобы растение смогло какое-то время чем-то питаться. И еще, в общем-то, этот грунт достаточно легкий. Делают это для того, чтобы при пересечении границы, допустим, из Голландии растения едут, иногда из Дании или из Польши, то есть чтобы при пересечении границы растения не очень много весили, не слишком были тяжелые, потому что за это, за все, за вес тоже платятся деньги, платятся таможенные, пошлиные. И чтобы облегчить вес растения, то есть поэтому вот в такой облегченный субстракт сажают. Он никакой ценности не представляет этот субстракт, смело выбрасывайте. Ну, в принципе, вы можете его собирать, если это вот сейчас, как сейчас зима, можете куда-то в пакетик собрать и потом просто на дачу его высыпать. А вообще, в таком субстракте, конечно, может скапливаться, если растение долго, если цветы, вот эти растения горшечные долго стояли в магазине, то вот в этом субстракте может и вредители какие-то даже скапливаться. Ну, в общем, желательно, конечно, его выбросить. И вот, смотрите, вытащила я дифенбахию, и что я увидела? Вполне жизнеспособные и хорошие были боковые отросточки. Я, конечно, их разделила. То есть это было достаточно пышное растение, и я немножко подкопала землю у основания дифенбахии и обнаружила, что росточки вполне можно безболезненно отсюда отделить. Так, Фил Иванович, не мешай мне, пожалуйста, Филочка, не мешай. Вот, и я отсажу эти ростки отдельно. Отдельно в небольшие горшочки. Горшочки я тоже купила дополнительно. Вот, но не все стало отделять. То есть здесь есть еще вот такой росток, вот такой росток. Но я тоже подкопала к основанию и увидела, что если я его отделю, во-первых, я испорчу внешний вид растения. То есть у меня вот эта дифенбахия получится немножко с оголенным стеблем. Ну, как бы это будет некрасиво. Поэтому с одной стороны я вот эти молодые ростки оставлю. Итак, значит, я взяла горшок, соответственно, отверстие в дне проделала и насыпала сюда дренаж. Вот, я купила в садом-центре дренаж. Вот такой дренаж я приобрела, потому что дома у меня совсем не было дренажа. По размеру это очень хороший дренаж, то есть фракция как раз для моих горшков. Так, ну, коты сегодня у нас прямо на сцене. Филочка, ну-ка, связай, связай. Значит, многие спрашивают, как я вообще растения переваливаю. Ну, делать это, в общем-то, очень просто. Очень просто. То есть, вот я насыпала слой дренажа сюда. Дренаж примерно где-то сантиметра четыре, вот для такого горшка. Далее я насыпаю слой, небольшой слой земли. Если встречаются комочки, конечно, эти комки нужно обязательно разрыхлить. И важное правило. Для нового растения, для покупного, нельзя резко менять объем горшка. Нельзя. Мы выбираем горшок таким образом, чтобы он всего лишь на несколько сантиметров был крупнее, чем горшок предыдущий. Вот магазинный горшок. Вот если его вставить в новый горшок, то видите, по краям, в общем-то, ну, сантиметра по три лишнего получается. Да, вот здесь по краям. Вот как раз, как раз. Это оптимальный размер горшка. Дело в том, что диффенбахия не очень любит сырые ноги. Поэтому, представьте, если я для нее возьму огромный вот такой вот горшок, будет очень много земли, которая не занята корнями. И поэтому вот в таком огромном горшке диффенбахия долго жить не будет. Земля не будет быстро просыхать. Там, где нет корней, вот в свободной земле будут скапливаться остатки, неоризованные остатки от удобрений, от удобрительных поливов. Там будет вода застаиваться, земля там не будет долго просыхать. Там будут микроорганизмы вредные скапливаться, и растение может погибнуть. Поэтому мы берем именно такой горшок в расчете на то, чтобы от корней всего лишь 3-4 сантиметра по всем сторонам было свободное пространство. И сейчас я все это свободное пространство займу свежей, хорошей землей. Желательно при перевалке растения сажать на том же уровне, на котором оно росло в горшке. Но дело в том, что в Голландии вот эти все растения в тепличных хозяйствах сажают не человек, а сажают специальный конвейер. И иногда, конечно, растения получаются немножко заглубленными. Вот, поэтому тут смотрите по каждому растению. Когда я свежую землю добавляю в горшок, то обязательно нужно утрамбовывать, чтобы не появились какие-то в горшке воздушные пустоты. Обязательно делайте это или какой-то, может быть, лопаточкой или палочкой. Какой-нибудь я все делаю руками. То есть я слой за слоем насыпаю почву и каждый раз ее уплотняю. В почву я ничего не добавляю, потому что в ней есть питательные вещества. В ней заложены и микроэлементы, и стартовый набор. То есть азот, фосфор, калий, все здесь в магазинной земле имеется. Совсем до краев я не насыпаю, потому что во время полива земля еще может немножечко оседать после такой пересадки. И потом, может быть, даже придется добавлять немножечко земли. Значит, меня спрашивали, стоит ли поливать после перевалки. Да, конечно, конечно, растения нужно обязательно полить. Так. Вот так я пересадила, вернее, даже перевалила. Я земляной ком практически не нарушала. Я немножечко откопала, но для растения это нормально. И сейчас я это растение поставлю в зимний сад, но поставлю его на карантин. То есть не сразу ко всем растениям, а немножечко будет оно стоять у меня отдельно примерно неделю. Потому что на растении могут обнаружиться со временем или паутины клещ, или, в общем-то, еще или трипсы, или какой-то вредитель. И чтобы на мои растения не перекинывалось, я обязательно это новое растение поставлю отдельно от других. Вот такие великолепные росточки я отделила у диффенбахии. Отличная корневая система у одного и другого. То есть приобретя одно растение, я из него сделала три. Одно взрослое растение у меня получилось. И вот два отросточка я отделила сразу. Сразу. Горшки вот для этого отростка я возьму небольшие. Нельзя сразу брать для такого, в общем-то, молодого ростка, нельзя сразу брать горшок на вырост. Ни в коем случае нельзя. Оно здесь очень быстро погибнет по тем же причинам, которые я вам и озвучила выше. То есть очень много будет пустой земли, которая закиснет со временем, там будет влага, скапливаться бактерии, микробы и так далее. Нельзя. Поэтому вот такой горшок вполне будет достаточный. И в этом горшке диффенбахии у меня будет находиться до следующей весны. И там дальше я этот горшок поменяю на больший. Делаем все то же самое. То есть насыпаем слой дренажа. Отверстие обязательно, конечно, на дне должно быть. Горшочки я взяла той же модели, только вот такой прямоугольный. Так, слой дренажа у меня тоже примерно сантиметра. Три. Чтобы крышки дышали. Дальше универсальный друнг я насыплю. У кого есть зола, можно, конечно, добавить при посадке немного золы. Зола не помешает. Абсолютно. Землю я тоже для этих молодых растений использую универсальную. Корни ничем при пересадке я не обрабатываю. Ни корневином, ни эпиеном, ничем. Потому что корневая система хорошая. И оно приживется, в общем-то, хорошо. Дальше я делаю в почве вот такое отверстие, чтобы, посадив туда, у меня не загнулись вот эти крышки многочисленные. И, значит, смотрите. Корневая система здесь небольшая, но и немаленькая. Поэтому подрезать я здесь ничего не буду. Если бы корни были достаточно длинные, конечно, их можно было бы на одну треть укоротить. Здесь же корни соответствуют размеру этого растения молотого. Поэтому трогать я ничего здесь не буду. То есть я аккуратненько корешки расправляю в посадочную ямку. Ни в коем случае, чтобы они не загинались. И засыпаю аккуратно землей и утрамбовываю, чтобы растение держалось крепко. Так, засыпаю свежую землю обязательно. Когда вы приобретаете землю, особенно это касается универсальных почвогрунтов, я всегда мешок немножко проверяю на вес. Он должен быть тяжеловатый. Вот если мешок очень легкий, как вам кажется, вот будет там написано 50 литров или 40 литров, а по весу мешок легкий, то знайте, что очень высокое содержание торфа там. Это не всегда хорошо. Поэтому я выбираю всегда землю, чтобы она такая была, тяжеленькая. И чтобы обязательно в почве встречались вот такие белые крупинки, это добавляет туда или агроперлит, или иногда вермикулит. То есть вот эта добавочка рыхлит почву и, в общем-то, делает ее воздуха и влагопроницаемой. Ну вот, я ни в коем случае не засыпаю сильно точку роста. Вот так я посадила молодое растение. И вот, пожалуйста, зимний сад у меня пополнится еще двумя лишними растениями диффенбахи. То есть одно взрослое получается и два отростка. Сейчас подобным образом я посажу еще и вот этот отросточек. Кстати, дренаж мы должны укладывать не обязательно на дно горшка при пересадке растений, но мы можем этот дренаж и насыпать вот сюда на поверхность почвы. Уже когда мы пересадили растение, мы засыпаем небольшим слоем поверх почвы, поверх горшка. Дренаж сам по себе, вот этот керамзит, он очень легкий. Он не будет уплотнять почву абсолютно, не будет уплотнять. Но вот таким образом мы с вами предотвратим появление комнатных вот этих почвенных мошек. Почему? Потому что мошки, муха вот эта, которая летает, она в таком горшке не станет откладывать личинки. Потому что для ее деток, для этих личинок, здесь созданы некомфортные условия. Сверху лежит дренаж. Вместо дренажа вы можете замульчировать от мошек поверхность почвы, допустим, скорлупой кедрового ореха, корой, которая продается в основном для орхидей. И даже насыпать слой примерно сантиметра-полтора речного крупного песка. В песке мошка комнатная, почвенная, тоже не любит откладывать личинки. Поэтому вы можете, в принципе, воспользоваться вот такой мульчей, замульчировать почву, воспользоваться вот этим способом. И у вас мошки никогда не будет. Ну, во-первых, это еще и красиво. То есть вот такой керанзит сверху, он абсолютно не портит вид растению. Наоборот, он придает такие эстетические свойства, очень аккуратный вид. И сам дренаж еще будет и предотвращать появление солей. Вот у многих, наверное, встречается на поверхности почвы от воды выпадает такой белый осадок. Это соли. Мы должны их ложкой соскребать всегда при появлении, выбрасывать и досыпать свежие земельки. Такое бывает, да, потому что вода не у всех чистая, не у всех хорошая. И вот от поливочной воды вот такие соли иногда выпадают на поверхности. А вот если у вас будет лежать керамзит, то вы, в общем-то, таким способом избавитесь от выпадания соли. Растение будет у вас хорошо дышать, потому что керамзит, как еще раз говорю, он почву не уплотняет. Вот растение дышит очень хорошо. И вы прям по керамзиту будете поливать и подкармливать растение. То есть дренаж, в таком керамзитовый дренаж еще и очень хорошую свою роль защитную играет, если мы его насыпем поверх растения. И еще, еще, очень важно знать, что сам по себе вот этот керамзитовый дренаж имеет щелочную среду. Поэтому он еще и способствует тому, что почва здесь не будет закисать. И, в общем-то, при мульчировании поверхности керамзит препятствует еще и образованию различной плесени, грибковых заболеваний. Ну и, как я уже сказала, в силу природной щелочности предотвращает закисление вот этого субстракта. И в керамзите вы можете укоренять, кстати, черенки, выращивать растения по методу гидропоники. Ну, то есть, в общем-то, дренаж – это достаточно такая очень полезная вещь вообще в цветоводстве. Теперь, значит, настала очередь перевалить мне спатифилум. Спатифилум у меня в цветущем состоянии находится. Поэтому я земляной ком нарушать не буду, чтобы растение не страдало, потому что во время цветения растение любое ослаблено. Старайтесь во время цветения делением растений не заниматься. Иначе вы просто растение можете испортить. И еще почему спатифилум все-таки желательно не делить. Дело в том, что он любит повышенную влажность, он любит частое опрыскивание. И если мы отсадим отсюда вот эти молодые отростки, растение не будет таким пышным, таким кустистым, и влага будет очень быстро после опрыскивания испаряться с листьев. И растению будет не очень-то комфортно. Или тогда мы должны увеличить количество опрыскиваний. Итак, растение сидело у меня вот в таком совсем маленьком горшочке. Вы видите, конечно, корневая система прям практически голая. Никакой здесь лишней земли даже нет. И растение себя неважно чувствует в этом горшке. Поэтому для этого растения я выбираю точно такой же горшок, в который я и пересаживала диффенбахию. У спатифилума корневая система небольшая. Она сильно не идет вглубь. Поэтому для спатифилумов можно даже выбирать горшки-миски. То есть те горшки, у которых диаметр больше, чем глубина горшка. В моем же случае, вот в этом горшке, диаметр горшка примерно равен его высоте или его глубине. То есть этот горшок тоже очень хорошо для спатифилума подходит. Если у вас горшки все глубокие, а вам нужно пересадить туда спатифилум, то можете пойти на такую хитрость. Чтобы скрыть вот эту всю глубину горшка, ненужную для спатифилума, вы можете просто побольше положить дренажа. То есть внутри горшка вы можете досыпать керамзита. Вот примерно вот так. И, в общем-то, тогда уже ваш горшок будет для вашего спатифилума более комфортным. У меня горшок хороший, хорошо, по-доброму. Так, я насыплю сюда керамзиту. Вот такой слой. Спатифилум очень, конечно, любит слабокислую почву. Но так как у меня она отсутствует, я пересажу в универсальную почву. В дальнейшем при поливе я в поливочную воду немножечко буду добавлять любой кислоты. Это может быть лимонная кислота, прям несколько крупиночек на литр буквально. Или это может быть уксус, тоже несколько капель на литр воды. Или, может быть, это будет сок лимона, тоже можно. То есть спатифилум примерно один раз в месяц, два раза в месяц нужно поливать подкисленной водичкой. Тогда он будет развиваться очень хорошо. То же самое, помните, я вам говорила, если корни на дне уже скручиваются в кольцо, образовывают кольцо, это показатель того, что горшок для растений мал, и он уже требует пересадки. Вот здесь как раз корни уже вовсю закручены. Спатифилум я буду сажать на том же уровне, на котором он и рос. Растения очень любят опрыскивание. Но опрыскивать нужно обязательно теплой водой, потому что все-таки это растения тропические. А в тропиках дожди всегда идут теплые, там холодных дождей. Ну, просто не может быть. Поэтому все тропические растения мы всегда опрыскиваем только теплой водой. Стараемся условия у растений создать такие, каким условием они привыкли у себя на родине. Потому что в растении, в генах, у них заложены определенные потребности в уходе, в поливе, во влажности воздуха. И дома, ухаживаясь за растениями, мы должны максимально стараться создать условия, такие, как на родине, каждого растения. Приобретая любое растение, обязательно, или в интернете найдите, с какой климатической зоны это растение, где оно растет в диком виде, в природе. Обязательно вы это должны знать, и тогда вам сразу станет понятно, как за данным растением ухаживать. Нужно ли его опрыскивать. Потому что если это растение в пустыне, то опрыскивать такие растения не надо. В пустыне воздух сухой, и все растения пустынные уже привыкли к сухому воздуху. И их абсолютно не надо опрыскивать. К таким растениям относятся, например, замиокулькос, который я вам показывала в прошлом видео. Его они опрыскивают. Мне зрительница одна задавала уже вопрос по замиокулькосу. И ей в цветочном магазине сказали, что его надо опрыскивать. Ну, то есть это утверждение неправильное. Продавец, видимо, оказался неквалифицированным. Вот с потифилом опрыскивать обязательно. Дефенбахию опрыскивать тоже обязательно. Теплой водой. Я воду для опрыскивания не отстаиваю. Никогда. Я просто из-под крана сразу наливаю воду и опрыскиваю. И опрыскивать растения нужно с обратной стороны листьев. Именно с обратной. Можно, конечно, немножечко и с этой стороны опрыскивать. Но лучше всего одной рукой поднимать вот так листья и опрыскивать нижнюю часть листа. Потому что влага будет так дольше сохраняться. Если вы сверху опрыскивали будете растения, то влага очень быстро испарится с поверхности листьев. И по большому счету минут через 5-10 уже от вашего опрыскивания не останется никакого следа. То есть это будет практически бесполезная процедура. Вы себе только галочку поставите, да, чтобы вы опрыснули растение. А для растения это никакого толку не будет. Вот. Старайтесь, значит, вот с обратной стороны листьев опрыскивать. Тогда влага будет держаться на растении дольше. И растение будет хорошая, большая польза. Еще я вам советую опрыскивать даже чуть горячеватой водой. Не слабо такой теплой, а чуть горячеватой. Потому что горячая вода является очень хорошим стимулятором роста растений. И хорошей профилактикой от паутинного клеща. Ну, конечно, это условно, я сказала, условно горячая вода. То есть такая вода, которую вы, допустим, моете посуду. Ну, вот спотифилум я перевалила. Так, филочка, мальчик, мальчик, мы не тебя сейчас снимаем. Я этот спотифилум тоже ставлю на неделю на карантин, чтобы выявить какие-то скрытые, может быть, источники. Ну, не болезни. Болезни-то я вижу, что здесь нет. Здесь нет никаких пятен, никакой плесени. Растение чистое, хорошее, свежее. Но, допустим, паутинный клещ может запросто здесь где-то прятаться. Я этот спотифилум тоже ставлю на неделю на карантин. Спасибо. 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 Спасибо.